Здравствуйте дорогие друзья, это опять я Эдуард Питер и Сирмин Питерсон. У вас нет еще ощущения, что вы попали в день сурка? Утром бац и опять то же самое. Но дело в том, что я продолжаю свое самообучение. Для тех кто знает, для тех кто не знает, я повторюсь, что это не обучалка, это скорее самообучалка, в которой вы можете принимать участие и делать это добровольно. Не надо сюда приходить и критиковать процесс обучения. Я учу себя так, как я считаю нужным для себя, как считаю удобным для себя. И поэтому, если не нравится, ребята, идите лесом там еще куда-нибудь. А я остаюсь со своими друзьями, которые меня поддерживают, которые видят, если мои ошибки, то поддерживают и показывают, где они есть. Я это с удовольствием принимаю. Итак, перед нами стоит задача сделать еще как минимум 7 открыток, потому что я когда сделал несколько элементов, я поставил себе цель выжить из них уже все возможное. То есть, тема у меня та же. Валентин день, день святого Валентина, цветовая гамма и набор различных завитушек, сердечек и так далее. То есть, из них надо мне, вот я себе поставил такую цель, 10 открыток выдать. Тем более, что еще раз вам повторяю, что шаттер в сток и, что удивительно, Фатоле забирает сразу и тут же, тут же выставляет в свои сети. Что не было при фотографии. Сколько я ставил? Обычно у Фатоле 1-2 дня. У шаттера может быть полдня, может быть день, а то иногда бывает тоже 2 дня. Здесь 10 минут. То есть, мне кажется, я угадал тему и угадал направление. Поэтому мы с вами продолжим. Единственное, в чем я хочу вас порадовать, что каждый раз, когда я буду делать новую открытку, я буду стараться вводить туда новый элемент, который я не знаю, скажем, который мне требуется найти, посмотреть, как это делается. И поэтому я думаю, что все равно это будет интересно. На этом я разговорную часть закончил. Давайте начинать. Из чего мы сегодня начнем? Вы знаете, дело в том, что я подумал, мне требуется лето. Те шрифты, которые у меня есть обычные, они не очень хороши, скажем так. Так, лето, вы знаете, что такое. Это создание какого-то рисунка из текста. Этим очень часто приходилось мне заниматься, когда я работал в кинотеатре «Менталист», который сейчас продуктовый магазин, художником, шрифтовиком. И, по сути дела, очень часто были просто плакаты красиво. Надпись «Шрифтовик» тоже такая профессия. И поэтому я подумал, что некоторые картинки можно украшать с помощью вот этих лето. Лето пишется вообще-то от руки, да. Есть целое сейчас направление в этом деле. Но мы с вами не будем это делать. Поэтому мы постараемся изменить какой-нибудь шрифт, чтобы не было у инспекторов проблем, что вы где-то взяли шрифт, который нужно покупать или еще что-нибудь. Когда вы его переводите в векторы, когда вы его, не то что в векторы, а когда вы по нему сверху рисуете, изменяется информация внутри. И поэтому, я думаю, ни один инспектор не будет возражать. Я не знаю, можно, наверное, какие-то шрифты использовать, да, но это всегда чревато. Всегда чревато, потом скажут, что, а ты его не купил или еще что-нибудь. Поэтому мы с вами сделаем следующее. Я нашел сайт, где есть образцы подобные. И сейчас мы с вами туда сходим. И кое-какие шрифты, не шрифты, а там, по-моему, кусочки шрифтов можно будет скачивать. А по ним уже сделаем это самое лето. Договорились? Пошли. Вот, ребята, этот самый сайт. Называется PhoneSpace. И вот здесь написано, насколько я понимаю, что здесь коллекция 33 тысячи свободных шрифтов смотрит дизайнеры со всего мира. Или на шару это бесплатно. Да? То есть, может быть, дизайнеры отдали. Я не силен в английском, но что-то уже фри, это уже понятно. Но, как я сказал, не особо доверяя этому. Поэтому мы сейчас сделаем по-другому. Мы сейчас сделаем... Вот здесь есть такой случайный выбор. Но мы скажем, каллиграфия нам нужна. Допустим, да? Вот, вот уже красивое что-то есть. Написано вручную, элегантное, декоративное и так далее. Но мы пока возьмем просто каллиграфию, чтобы не запутаться. И поищем тут прелесть в чем, что вот здесь можно написать Happy Valentine's Day. И он будет только этого давать. Так, сделаем чуть побольше. Здесь есть возможность весь цвет выбрать. Но это уже лишнее. Ну, вот давайте сюда запишем. И вот он начал нам показывать. Даже поменьше сделаем, чтобы он влазил. Вот так. И вот здесь, ребят, уже можно выбирать. Вот, допустим, мне вот это нравится, да? Но я еще поищу. А потом мы с вами выберем и пойдем уже в Illustrator. Окей? То есть, я сейчас просмотрел. В принципе, мне понравились на первой странице. Ну, что настораживает. Вот тут персональная Use Only. То есть, закрытый замочек. Вот тут, скорее всего, ну, написано опять же, не коммерческая, да? Вот здесь поправка, не коммерческая. Так, есть шрифты, в которых написано, что можно коммерческо. Так, где-то я находил такие шрифты. Там открытый этот замочек. И стоит, что его можно, как бы, для коммерческих целей использовать. Пока я вижу только закрытые. В этом и проблемка, ребят. Что, вот возьмешь такой шрифт, да? Его на код проверят. И все, приехали мы с вами, да? Но мы, так как мы будем делать картинку, а тем более, что и будем ее изменять, то, в принципе, нам это, по большому счету, по барабану. Всяком случае, я на своей шкуре это испытаю. Итак, я пойду сюда. Шрифт я не буду качать. Мне это не надо. Я возьму картинку. Вот, посмотрим картинку. Видите, вот картинка. Вот эту картинку я сейчас скачаю. На рабочий стол. Фунт. И теперь подумаю, что с ней дальше делать. Ну, вот так я сделал надпись. В фотошопе собрал так побыстренько, потом распечатал. Вот, все не знаю, видно. Вот распечатал. Сейчас осканирую. И обработаем в иллюстритере, что мама родная о нем знает. Поехали. Ну, вот, я сейчас загрузил свою почеркушечку. Положу ее поверху. Скажу, что прозрачность у нее будет очень высокая. Вот такая. Не вполне устроит. Ну, а теперь я возьму сейчас новый слой сделаю. фунт. 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 Или летор напишу. Так. И следующий теперь я возьму инструмент перо. Обводку сделаю маленькой. Скажем так. Даже без обводки. Лучше без обводки. Так. И без этого. Без заполнения. И сейчас я просто-напросто сначала введу текст. Начну ставить точечки. Работа эта долгая, нудная. Поэтому, как бы, я сейчас пока отключусь. А потом уже посмотрим дальше. Так. После того, как я это сделал. Теперь мы с вами сделаем следующее. Мы под этой группой сделаем еще один слой. И назовем его... Ну, с игру. Слайл. Неважно. То есть завитовки. Так. Теперь нам надо будет сделать кисточку. Я думаю, что здесь пригодится именно вот такая кисточка. Так. Сейчас я красной сделаю сразу. Окей. Я возьму кружочек. Ну, вы помните, как мы делали кисти. Не ту кисточку. Не надо просто кружочек взять вот это. Вообще интересно какая-то инструмент снайпа. Снайпер какой-то. Не знаю пока. Это тоже не надо. Заговорился я с вами, ребят. Вот что вам надо. Инструмент Ellipse. Из него сделать кисточку. Такую вот длинненькую кисточку. А вот тут сейчас сделаем очень острый угол. Вот так. Вот эти две потянем вперед. Вот так. И у этого тоже чуть-чуть вытащим. Вот такая кисточка нам будет. И нужно. Сейчас еще раз посмотрим. Поближе, чтобы у нас все красиво было. А она немножко некрасива. Так. Хорошо. Где кисти? Вот у меня кисти. Так. Забрасываем сюда кисть. Ну. Нет. Объектная кисть, скажем. Все. Объектная кисть. Так. И начинать мы будем ее отсюда. Так. Пока. 100% оставим. Ну. Может быть 54-60. Там посмотрим. И полтана. И полтана. Ок. Больше нам опция не нужна. Так. Эти мы закроем. И эти у нас закрыты. Остается вот этот. Сверх. Ну. Давайте попробуем эту кисточку. Возьмем ее. Вот так. И прямо отсюда. Вот так раз. Ага. В принципе надо переделать. Когда же перестану. Ctrl-T нажимать. Наверное никогда. Так. Назад. В кисточки пойдем. И если мне удобно отсюда. Значит делаем отсюда. Не знаю что я подумал. Странно. Нажимаю отсюда. Нажимаю отсюда. Нажимаю отсюда. Начинается отсюда. Ну. Значит. Придется ввести. Вот отсюда. Мне то удобно. Вот отсюда. Значит. Нам надо было кисточку перевернуть. Или что. Ладно. Справимся. Давайте. Вот так. Вот так. И теперь вот отсюда. Вот так. Может быть даже поменьше. Ну. Ребят. То есть. Та же самая система вся. Я сейчас ее тут могу подгонять. Я думаю что чуть-чуть потоньше бы. Это было бы лучше. То есть я сейчас вот таким образом напровожу. А потом посмотрим общий результат. То есть вы уже знаете как это делается. Сэкономим время. Потом я сделал вот кисточку. Как мы с вами уже однажды делали. И вот сейчас тут. Так. А кисточкой я сейчас тут. Так сделаю. Так чуть-чуть сделаю. Ну и вот. Пожалуй этого будет достаточно. Вот такой мы ледер сделали. Естественно мы сейчас сделаем следующее. Мы это выделим. Все. Причем. Откроем эти. Выделим. И вот эти вот нам надо превратить в объекты. Разобрать оформление. Мы его разобрали. Прекрасно. Так. Теперь скажем что нам нужно это дело объединить. Объединили. Так. Ну и посмотрим теперь насколько тут чисто все. Проверим. Сразу же уже. Потому что я буду это часто использовать скорее всего. Так. Мы сейчас посмотрим выделение по изолированной точке. Есть у нас? Есть. Или нет? Нет. Изолированных точек нет. Ну давайте еще мы сейчас тогда. Ну вот еще раз объект. Выделение по изолированной точке нет изолированных точек. Хорошо. Следующее. Мы пойдем еще вот в сценарий посмотрим. Вот экстенденцию проверим. Экстенденцию открытые. Пути нет. И открытые файлы. Аааа. Пути-то патчи тоже нет. Ну что ж. Ощущение такое что она чистая штука. Сохраним ее как иллюстритор. И будем использовать в своих дальнейших работах. Которую мы сегодня еще и придем. Субтитры сделал DimaTorzok